Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России номер 25 по Свердловской области напоминает, что до окончания декларационной кампании 2017 года осталось чуть больше месяца. До 2 мая более 10 тысяч жителей города Полевского обязаны предоставить налоговую декларацию о доходах за прошедший год. За несвоевременное предоставление отчета гражданам грозит штраф от 1 тысячи рублей до 30% от исчисленного к уплате налога. Напоминает начальник отдела камеральных проверок межрайонная ФНС номер 25 по Свердловской области Любовь Банникова. Физические лица, которые получили в 2016 году доходы от продажи имущества, земельных участков, садовых домиков, гаражей, которая находилась в собственности менее трех лет, обязаны предоставить декларацию о полученных доходах. Также категория физических лиц, которая сдавала по договору найма или по договорам аренды любого имущества жилых, нежимых, нежилых, земельных участков транспорта, эта категория физических лиц также обязаны представить декларацию о полученных доходах. Задекларировать свои доходы должны идти граждане, которые получили в прошлом году в качестве подарка квартиры, дома, акции, транспортные средства от посторонних лиц, то есть не от родственников. Стоит отметить, что декларационная кампания 2017 года имеет и ряд особенностей. С 1 января 2017 года те физические лица, которые получили доходы и по каким-то основаниям не удержаны, с них был налог, то в данном случае эти физические лица получат налоговое уведомление 1 декабря об уплате суммы удержанного налога, который был удержан, но не уплачен по каким-то либо основаниям. И также с тех, которые работодатель не удержал налог, то есть он выплатил определенный доход, а налог не удержал. То есть эта категория физических лиц получит налоговое уведомление об уплате этого налога. Традиционно в рамках декларационной кампании граждане обращаются в налоговые инспекции за предоставлением им имущественных и социальных вычетов. Самым популярным среди полевчан вот уже несколько лет остается вычет или налоговая льгота за приобретение недвижимости. Возврат от государства в этом случае составляет 13% от стоимости покупки. Однако существует предельный размер имущественного вычета, установленный на законодательном уровне. В настоящее время максимальная сумма имущественного налогового вычета при покупке квартиры составляет 2 миллиона рублей на одного человека, комментируют в налоговой инспекции. У имущественных вычетов существуют два направления. Первое направление это по окончанию календарного года мы имеем право предоставить декларацию. И второе направление мы имеем право собрать все документы, подтверждающие этот вычет, и имея место основной работы заявить этот вычет у работодателя. Ну, где мы работаем по месту основной работы? Налоговая инспекция предоставляет уведомление о праве физического лица на использование имущественного вычета по месту основной работы. Что касается социальных вычетов, в коем относится медицинское лечение или обучение, здесь никаких изменений нет. Единственное, о чем хотелось бы напомнить полевчанам, так это то, что по данному направлению вычетов существует временное ограничение. Подать декларацию на возврат возможно в течение трех лет с крайней даты оплаты образовательных или лечебных услуг. После подачи документов на налоговый вычет сотрудники налоговой службы проводят проверку документации. На проверку отводится три месяца. Через 90 дней она должна завершиться и по окончании этого срока налоговая должна принять решение. Либо о возврате вам налога, либо об отказе в этом. Отдельная тема декларационной кампании – это отчетность граждан, которые владели имуществом транспортными средствами менее трех лет и продали его. Законодатель четко поставил, что декларируются как доходы полученные с реализации имущества, так и расходы с реализации этого имущества. Да, получается такая ситуация. Я документально подтверждаю доходы в размерах условно 3 миллиона рублей и расходы также в размерах 3 миллиона рублей документально подтверждены. Налогоблагаемая база – ноль. Но в любом случае декларации предоставляются, даже если сумма налога к уплате – ноль. И поэтому очень большая категория физических лиц, которые не предоставляют декларации. В этом случае граждане получают от налоговой инспекции, кроме требования по предоставлению декларации, еще и предписание по уплату штрафа – не менее 1 тысячи рублей. Если есть какие-то вопросы, эти вопросы прийти. У нас будет 25 марта рабочая суббота, то есть кроме вторника и четверга еженедельно до 8 часов, 25 числа можно получить любую консультацию по данному вопросу. Как показывает практика, прошлых лет из 10 тысяч граждан, которые должны в обязательном порядке читаться перед государством о полученных в прошлом году доходах, декларацию предоставляют порядка 70%. Остальные 30 поведали о своей прибыли только после получения требований и уплаты административного штрафа. Ксения Бладенкова, Константин Миронов. Новости. Твой день.